Очередная встреча Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района прошла в гарнизонном доме офицеров. На этот раз тематика мероприятия связана с круглой датой в истории Отечества. 2 февраля наша страна отметит 70 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 дней и ночей продолжались ожесточенные бои, которые в корне поменяли ход войны. Сегодня мы посвятим нашу встречу 70-летию битвы за Сталинград. Мы ветеранам покажем документальный фильм, дадим им концерт, расскажем об этой битве. Кто-то вспомнит о тех днях, потому что в зале присутствуют люди очень значительного пожилого возраста. От 75, я бы сказал, до 95 лет. Николай Якушев поздравил ветеранов Отечественной войны, пожелал им в первую очередь здоровья и оптимизма. С речью выступил и советник мэра города Одинцова Михаил Солнцев. Говорил о планах городской администрации по ремонту домов, вспоминал о бесплатном проезде в транспорте, особое внимание обещал уделить урегулированию вопроса продажи лекарств для льготных категорий граждан. Рассказал о планах по дальнейшему посещению ветеранов на дому. Станислав Куровский, сотрудник администрации города, полковник в отставке, совершил экскурс в историю, рассказав о ходе Сталинградской битвы. С большим уважением и гордостью отзывался о бойцах, переживших страшные годы войны. Выразил им благодарность за победу. Здесь аура, вот когда вы находитесь, замечательная. С вами можно говорить доверительно. Вы все понимаете. И это очень дорого. В продолжении исторической темы зрители посмотрели документальный фильм о сражениях под Сталинградом. Конечно же, прошло уже немало лет, но участники войны всегда с трепетом и болью вспоминают о тех страшных днях и ночах, что они пережили. Бойцов, награжденных медалью за оборону Сталинграда, осталось в Веденцовском районе всего лишь 10. По состоянию здоровья никто из них не смог прийти навстречу, ведь всем им уже более 90 лет. Ведущее мероприятие поименно перечислило ветеранов. Антонина Агафоновна Демина, Игорь Константинович Музалевский, Просковья Игнатьевна Полыка. В Веденцовском районе помнят и чтят каждого земляка, участника битвы под Сталинградом. На днях представители Совета ветеранов во главе с мэром города Александром Гусевым посетили Зою Иосифовну Уксусову. По словам председателя Совета Николая Якушева, ее оптимизму и веселому нраву может позавидовать даже молодежь. Ей в этом году в марте будет 90. Но она показала нам свой характер веселый, бодрый и неунывающий. Вы знаете, это пример даже молодым, как надо радоваться жизни. А самый старший из участников Сталинградской битвы Борис Степанович Расслоев в этом году будет отмечать столетний юбилей. Он проживает в поселке Горки-2. Из 10 есть самый старший. 1913 года рождения тоже в этом году ему исполнится 100 лет. Мы интересовались его здоровьем и нам сказали, что он прошлым летом, в прошлом году катался еще на велосипеде. Значит, мы надеемся, что на 100-летие мы сумеем его поздравить, пожелать ему также прожить остальные годы жизни, как он сейчас жил. И самое главное, чтобы у них не было болезней, хвори и забота ближних их никогда не покидала. Надежда Пономаренко, участница Отечественной войны, которая была на фронте связистом, прочла стихи собственного сочинения. Ученики Одинцовской музыкальной школы порадовали зрителей музыкальными номерами, а фольклорный ансамбль «Родник» исполнил песни военных лет. Елена Харитонова, Константин Королев, телекомпания «Одинцова».